Понимание принципов работы технологии оптических просветов не менее важно, чем вводение тем или иным художественным приемом. Метод работы от пятна это не только механизм реализации задуманного художником, но и способ мышления этого художника, стремящегося нарисовать живую картину с магически притягательными образами и с очень глубоким пространством. Мы не проводим линий, не штрихуем, не накладываем пастозные мазки, потому что с нашей точки зрения их не существует в природе. Мы создаем светотеневые пятна целиком, от общего к частному, работая по всему полотну, постепенно улучшая пятно и удерживая композицию в воздушной перспективе. Все это мы делаем, чтобы изображение стало таким, каким мы его видим или могли бы видеть в реальном мире. Здравствуйте, дорогие друзья! На начальной стадии освоения технологий оптических просветов ученики очень часто спрашивают о том, что такое метод работы от пятна. Действительно, непосвященному человеку сложно понять, что такое пятно, тем более, как от него работать, потому что понятие «пятная» в жизни и вот в нашей методике – это немножко разные вещи. Но чтобы разъяснить этот вопрос, мы записываем вот это видео. Как бы ведь понимание принципов работы технологии оптических просветов не менее важно, чем владение приемами этой методики. Есть два способа изобразить что-либо. Любое изображение состоит из фрагментов, объединенных композиционно или колористически. Так вот, эти фрагменты, из которых состоит целое изображение, их можно или нарисовать контурно и закрасить, и заштриховать внутреннюю поверхность, создать с помощью штриха тени, форму и так далее. Или же создавать изначально как единое целое. Владение линией – это тоже отдельное искусство художника. Но оно больше принадлежит графике, потому что разработано и придумано было для создания предварительных подготовительных рисунков, подготовительных предварительных набросков, для быстрых зарисовок, росписи книг и так далее. Если вы хотите посмотреть замечательный способ владения линией, посмотрите работы Сандры Боттичелли. Это великолепнейший мастер с абсолютно живой линией, с абсолютно невероятным чувством тонкости линии, где сделать потолще, где сделать потоньше, где повернуть. Это великолепный мастер. И она имеет право существования, рисования линии, графика и так далее, как и любой вид искусства. Единственная проблема – мы пытаемся всё-таки заниматься живописью. А живопись – это прежде всего пятно. Один из способов понять, что такое вообще пятно – это посмотреть на мир при дневном свете и немножко прищурить глаза. Вот иногда даже говорят, может быть, вечером, когда вот уже солнце ушло, но ещё светло. Вот примерно в это время можно этот способ проверить. Вы прищуриваете глаза и видите только пятна. Смотрите на какой-то предмет, и вы видите только пятно этого предмета. Потом вы немножко глаза расширяете. Предметы становятся более чёткими, более контрастными. Те, которые ближе к нам, мы их лучше видим. Те, которые дальше от нас, они остаются также размытыми. И мы вот постепенно, постепенно увеличиваем. Мы понимаем, что остаются те же самые пятна, только они становятся всё более и более тщательно проработанными. Всё более и более чёткими и понятными. Всё более и более мелкой детализацией ближе к нам. И всё более размытыми, и чуть темнее, и с меньшей детализацией дальше от нас. Вот примерно это и есть пятно. То есть, например, если мы рисуем голову старика, то там есть три пятна. Одно пятно – это шапка волос старика. Другое пятно – борода старика. Третье пятно – самое яркое, самое светлое – это лицо старика. И вот мы работаем постепенно с каждым из этих пятен отдельно. Постоянно следя, чтобы они находились в воздушной перспективе, то есть объединялись краями с фоном, постепенно приближались к нам. Но не так, чтобы одно пятно тщательно, чётко проработанное, а другое – размытое и непонятной формы. А так, что формируем все три пятна одновременно. Вот это и есть работа, в принципе, от пятна. Говоря о целостности пятна, мы подразумеваем, что оно не делится на контур и внутреннюю область. Однако самих пятен в живописном произведении может быть разное количество, большое или малое, в зависимости от размера картины, изображаемого на нём объекта. Они как раз и являются составляющими светотеневого рисунка, формирующего объём всей композиции. В той же работе, которую мы предлагаем ученикам, это складки, рисование, драпировки. Мы предлагаем ученикам изобразить на уроке вроде бы по рисунку некую фигуру, которая покрыта тканью с большим количеством складок, которые есть не что иное, как пятна той или иной формы, не имеющие линейных контуров, но наделённые мягкой фактурой и плавными светотеневыми переходами между друг другом. То есть на первом занятии, на первых уроках мы учимся создавать ткань, которая создаёт из огромного количества складок, но объединённая в единое целое. То есть мы должны чувствовать, что это ткань, которая создаёт складки, а не то, что это отдельные пятна, которые мы потом, или отдельные объекты, которые мы потом по какой-то причине, с помощью каких-то умозрительных заключений, мы должны в своём уме объединить как в единую ткань. Нет, мы должны всё это объединить в единую ткань, эти красивые пятна, эти красивые объекты на планшете, на бумаге. Поэтому мы начинаем работу именно с графитового порошка и кисти. Создаём сначала предварительную конструкцию, которая помогает ученику не потерять форму, не потерять силуэт, не разрушить его на бумаге. Но мы работаем, начинаем создавать общее большое пятно. Очень легко, очень прозрачно. По тону это чуть отличается от фона, от основного цвета бумаги. И мы вот, создав этот силуэт, создав это пятно, потом начинаем его прорабатывать внутри с помощью резинок и карандашей. Мы начинаем прорабатывать, находить места для других пятен, которые должны влиться в это пятно, которые должны стать единым целым с этим пятном. Поэтому мы сразу начинаем следить, чтобы они не были слишком яркими изначально, когда мы начинаем их формировать, не были слишком тёмными, чтобы не проваливались в этот силуэт. Этот силуэт нам помогает создавать вот это пятно, которое впоследствии станет цельным изображением ткани, лежащей на фигуре женщины. Мы ни в коем случае не штрихуем, а мы тонируем целевые нужные нам участки. Потому что штриховка убивает воздушную перспективу и делает изображение разрозненным. Постепенно улучшая пятно, мы как бы вытягиваем изображение из тумана и вводим его в фокус. Ближние к нам части мы вводим в фокус, то есть чёткие, ясные и понятные, а другие мы оставляем в тумане, в этом сероватом тоне фона. И у нас проявляется объём, к чему мы и стремимся изначально. То же самое у нас происходит, когда мы уже начинаем работать темперой цветом на доске. После нанесения имприматуры и масляной лессировки изображение на полотне выглядит расфокусированным и находится за тёмной завесой лессировочного слоя. И в процессе проработки наждачной бумагой, а затем оптическими смесями, композиция постепенно будет приобретать объём и цвет становиться всё более чётче, становиться всё более понятнее, всё более объёмнее. Всё это происходит по той же аналогии, когда мы прищурим глаза и потом постепенно раскрываем их, и вот эти вот пятна, сначала отдельные, как бы имеющие только форму, начинают приобретать не только форму, но ещё и объём. Единственное, что при работе с пятнами, мы должны всегда думать о том, что это как бы лучше, меньше да лучше. Мы должны постоянно понимать, что мы работаем тончайшими слоями, что мы придаём объём, пятну лица старика или бороды старика, формируем объём бороды старика, формируем волосы, шапку волос старика, постепенно, тончайшими слоями, ни в коем случае не спеша, и обязательно, поработав с одним пятном, мы переходим к другому, поработав с другим, переходим к третьему, объединяем всё в фоне, и снова начинаем вытягивать на нас, или наоборот углубляться, когда края списываются и объединяются с фоном. Мы всё это делаем постепенно и обязательно по всей работе одновременно. Мы должны ни в коем случае не терять целостность изображения. Дорогие друзья, мы сняли для вас достаточное количество видео, в которых мы попытались объяснить, как работает технология оптических просветов, как вводить цвет, как создавать масляную лессировку, как делать имприматуру, какие важные аспекты в этой технологии нужно обязательно для себя прояснить. Но если вы хотите узнать картину целиком, то, конечно, можете прочитать нашу мини-книгу. В ней пошагово изложены все стадии, показаны принципы создания реалистичной живописи вот именно в технологии оптических просветов. Поэтому желаю всем успеха. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова